Всем привет! Сейчас находимся на Кипре, на сказочном тёплом острове. Сейчас я беру интервью у местных завербованных партнёров компании G.L. После уже прохождения тренингов, несколько дней прошло, хочу узнать, как обучение перешло в онлайн. Я воспринимается мастер вживую по сравнению с телевизором. Когда я познакомилась с Александром через телевизор, как все мы, через интернет, я сразу ощутила некую внутреннюю связь с ним, потому что я уже немножко опытный человек по духовному пути. У меня есть мастера, которых я училась ранее, и я сразу почувствовала, как он отозвался у меня внутренне. И я с большим предвкушением ждала эту встречу живую, потому что я знаю, что такой живые энергии, находясь рядом. И когда я его увидела, так как я живу по соседству с нашими соучредителями, и когда Дан приехал, я вышла на балкон и увидела, как они встречаются, просто объятия Дана с Леной затяжные, откликнулись мне, как будто я там стою между ними. Ну и, конечно, слушая его вживую, воспринимая всю ту глубину, которую он дает, ребята, это дорогого стоит. Это нужно пройти каждому. То есть прикоснуться, ну, в переносном смысле, то есть побыть рядом с мастером, с любым высокого уровня, нужно раз в жизни хотя бы каждому, чтобы понять, что это. Спасибо, Ирина. Ты сказала, что ты уже подготовленный человек, проходила разные практики. Чем отличается торсистом от всего остального, что ты уже проходила? Ну, я не проходила системно. Моё духовное учение было основано на духовном мастере из Индии. Там больше давался, наверное, аспект работы с телом, работы с разумом, но практики были больше направлены на духовную трансформацию, на релакс, на освобождение от стресса. Это всё равно физический уровень. Интеллектуальный, эмоциональный уровень тоже был завязан, но не было реальных практик, других, более эффективных, может быть, потому что, несмотря на то, что я прошла эти практики, потребность в развитии и дальнейшем движении у меня осталась. И, как вы понимаете, получается некая смена мастера, потому что не всё менялось в жизни так, как хотелось. То есть, да, я делала практики, да, я проходила это дыхание, да, я читала эту литературу, но не совсем всё было в практических изменениях. То, что даёт Александр, он даёт немножко другое понимание всех тех же знаний, которые я уже слышала. Он их объясняет с точки зрения научного подхода. У меня немножко академический склад ума, и мне очень важно понимать, почему и откуда. И вот это понимание, почему и откуда, мне даёт картинку более ясную. Соответственно, я когда-то теперь беру какую-то фразу, я знаю, что в ней заложено, и она как девиз со мной, который меняет мою нейронную связь. Вот первая фраза, которую я взяла, как только я несколько раз прослушала его и вживую, всё, что происходит в настоящий момент, является необходимым. Я в любой жизненной ситуации сейчас себе это говорю, как возвращаю себя в настоящий момент и никаких стрессов. То есть можно продышать дыхательные практики и освободиться от стресса. Можно сказать себе просто фразу, и ты уже в этом же состоянии. Вот это для меня ценно. Оно более приспособлено к нашей современной жизни. Потому что не всем хочется сидеть в позе и продышать какие-то дыхательные практики ежедневно по утрам в 6 утра. Не все готовы стать вегетарианцами, но многие хотят изменить своё состояние, своё понимание в понятийной оправе, как говорит Александр, для того, чтобы поменять качество своей жизни. Вот то, что даёт ДАН, оно именно адаптировано на обычных современных людей, на людей, которые ведут обычный, привычный образ жизни. Вот это меня зацепило. Спасибо, Ирина, за такой подробный ответ. С вами были Платонова Галина и Ирина Сотникова. Кому информация заходит интересна, обращайтесь внизу, ссылочка. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok